Спасибо, друзья. Ну что же, сейчас о творчестве поэта, которому в этом году исполнилось аж целых 120 лет. Это немыслимо, когда говоришь о этом человеке, который остался в народной памяти и просто молодым мальчиком, который гениально писал стихи. Ведь правда, а 120 лет уже 3 октября исполнилось Сергею Есенину. И когда я делал очень давно программу на песне на стихи Сергея Есенина, у меня есть такая программа, и сейчас у нас 14 числа будет съемка как раз по этому поводу. Я попытался какие-то редкие факты из жизни Сергея Есенина откопать в библиотеках или в каких-то спецхранах. Отчасти мне это удалось, и сейчас перед тем, как спеть следующую песню, я надеюсь, вы мне поддержите, поможете мне это сделать. Такой небольшой факт, эпизод из жизни Сергея Есенина. Представьте себе прошлый век, в Санкт-Петербург, ледяные просторы комнаты, которые снимали поэты Сергей Есенин и его друг Анатолий Мариенгов. Минус 30 на улице, чуть теплее у них в комнате. В связи с этим поэты по очереди залазили под одеяло своих постелей и согревали теплотой своего тела, чтобы хоть как-то уснуть. И Есенин предлагает жалование советской машинистке одной молодой поэтессе. Поэтессы были прекрасные бедра, великолепные плечи. Жалование советской машинистке с тем, чтобы девушка приходила к ним домой, раздевалась вечером, ложилась в ледяную постель и согрев ее теплотой своего тела, одевалась и уходила домой. Сказав при этом, что мы будем сидеть к ней спинами, уткнувшись носами в рукописи. Три дня поэты ложились в теплую постель. На четвертый девушка ушла от них, заявив, что не намерена продолжать своей службы. Когда она говорила, глаза ее метали искры гнева. Но в чем дело, мы же свято блюли условия. Вот именно я не нанималась греть простыни у святых. Дорогая, сядем рядом. Дорогая, сядем рядом. Поглядим в глаза друг к другу, я хочу под кротким взглядом слушать чувственную бьюгу. Это золото осеннее, это прядь с волос белесых. Все явилось как спасение беспокойного подвесы. А я давно мой край оставил, мне цветут луга и чаще. Но в городской и корькой славе я хотел прожить пропащих. Я хотел, чтоб сердце глуше вспоминало в сад лет один. Под музыку луга и кушать, я простил себя в городах. А там теперь такая осень, Клены липы в окнах, кроме ответы. Лабами в запросе ищут те, которые помнят мы. Дорогая, сядь же рядом, поглядим в глаза друг к другу. Я хочу под кротким взглядом слушать чувственную бьюгу. Дорогая, сядь же рядом, поглядим в глаза друг к другу. Я хочу под кротким взглядом слушать чувственную бьюгу. Дорогая, сядь же рядом, поглядим в глаза друг к другу.